МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые коллеги, я внимательно выслушал выступление председателя Думы Володина, в основном согласен с его оценками и должен подчеркнуть, что в этом году Дума работала более организованно и более целенаправленно. Впервые, на мой взгляд, качи не стали готовиться министры, впервые Орешкин услышал реальную оценку происходящего, впервые в этом большом зале прозвучали не только озабоченность, но и конкретные предложения, как можно решать проблемы дольщиков, что можно сделать с комплексным развитием села и каким образом более целенаправленно распределить доходы бюджет. На мой взгляд, это можно засчитать всем плюс. Я в целом удовлетворен, как работала фракция, несмотря на то, что не всегда есть возможность здесь сидеть, в этом зале, но у меня всегда включен телефон, есть возможность не только прослушать, но и просмотреть по телевидению, каким образом это идет. Я благодарен Мельнику, Кашину, Харитонову, Коломейцу, Калашнику, Плетнену, Гаврилову, Смолину, которые были инициаторами крупнейших законов и инициатив. Но завтра будет выступление президента. Я его жду с большой надеждой, потому что недавно мы долго обсуждали сложив ситуацию и обсудили с премьер-министром, с ключевыми учеными и специалистами. На мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть гигантские ресурсы, 120 триллионов замороженных средств. С другой стороны, страна продолжает нищать, производство не развивается, а основные фонды стареют. Страна то тонет, то горит, то взрывается. Нам надо принимать с вами вполне исчерпывающие меры. Тем более послание президента под вопрос. Если он завтра не даст точную оценку, не проявит волею, характер, а он это умел делать в критические моменты, будь там с Крымом, Сирией или с другими вещами, связанными с борьбой с терроризмом, то в следующий год, если мы выйдем на те же темпы, провалим полностью его послание, за этим наступит не только финансо-экономический, но и политический кризис. Конечно, в канун Нового года хотелось вас не только поздравить, но я хотел перечислить 10 ключевых позиций, которые всегда оценивают в конце года, и чтобы мы, отчитываясь перед избирателями, поразмышляли над ними, тем более придется в начале года формировать большой пакет наших законов. Первое и главное, по сути дела, этот год вынес приговор тому финансово-экономическому курсу, который не позволяет стране вылезти в пятерку. Если останутся такими же темпы, мы будем не пятые, а пятнадцатые. Надо принимать экстренные меры. Второе, на меня произвело жуткое впечатление, вчера очередь за инсулином. Когда полумертвый человек, стоящий в очереди, он заявил 234-й, ему не досталось лекарства, которые есть в стране. Нас все носом тыкали в колбасную очередь, но когда человек приходит за лекарством, без которого он на следующий день может помереть и не получает, то за это надо ставить к стенке. Извините, я не злой человек. Надо в экстренном порядке разобраться, как это случилось, тем более в Ленинграде и Питере. Мы не остановили вымирание, это не третье, а первое. У нас в этом году потери будет 300 тысяч человек. Мой родной орел нас считывает 300, считает с лица нашей Родины. Исчез один такой город. Никаких оснований для массового вымирания людей нет. Это результат реальной политики. ЦРУ оценили очередные трудности и проблемы. Вызовы поставили на первое место вымирания русских. Повторяю вас и обращаюсь к русским националам. В 90-м году русских было в Российской Федерации 120 миллионов, в следующем году будет уже меньше 100. 20 миллионов русских погибло в ходе Великой Отечественной войны, и 20 миллионов уничтожило это либеральной модели американсированного капитализма, у которой нет ни совести, ни ума, ни ответственности, в том числе и перед гражданами планеты. Для меня крайне болезненно воспринимается вопрос сплоченности и справедливости. Правильно президент говорит, без сплочения не можем решить, согласен. Ну какая сплоченность, когда миллиардеров становится больше, а бедных не становится меньше. Раскол в обществе только нарастает и усиливается. Откройте последний опрос на стороне наших избирателей. 93% требует справедливости, чтобы их голос услышали. Их уже не очень волнует стабильность. И они абсолютно правы. Посмотрите, что творится во Франции. Что, думаете, у нас так не будет. У нас, если выйдут, то пока они не повесят того, кто их довел до этого состояния, они не уйдут с улицы. Надо знать свою историю и помнить ее хорошо. Технологическое отставание. Ну, вообще-то говоря, стыдобушка. Я вот вернулся здесь, делегация из Китая, Калашников был, он видел своими глазами. Нам дарят хороший телефон. И говорят, зачем вам американский спион в кармане? Ну, в принципе, мы могли бы свой сделать телефон. Оказывается, не справились. Приехала председатель парламента Вьетнама. Обаятельная женщина, я их знаю хорошо. У них не раз бывал. Володин ей представил нашу программу. Но она нам дарит свой телефон. Такой же, с тремя камерами. А мы никак не в состоянии решить эту проблему. Просто безобразие, откровенно говоря. Но на 90% нашей технологической цепочки, включая оборонный, зависит от иностранных изделий. Два-три робота на 10 тысяч работающих. Китай уже 40. И пруд вперед. Посмотрите статьи, как мы обеспечили машиностроение, станкостроение, роботизацию, биотехнологии. У нас в бюджете там пусто-пусто, включая и самолет. Цена товара. Можно что угодно говорить. Володин блестяще провел слушание по теме поддержки вложений, инвестиций. Я за тремя руками выступал, настаивал. Ну, почему мы-то не инвестируем в свою экономику? И как вы будете инвестировать? Возьмите цену товара. 64% это налоги. И 10% зарплаты. Значит, вы при таких налогах не можете производить, а при такой зарплате вы не можете покупать. Что бы вы ни говорили, задача не имеет решения в области действительных чисел. Тогда давайте решать. Она совершенно очевидна. Удаваете зарплату, вкладываете в производство, и будет все нормально. Стала ли плодородней земля? Ну, вот Кашин, слава богу, дай бог ему здоровья, он унес одну программу, вторую. Володин сегодня отметил. Правильно говорят. И министерство согласно, и Гордеев поддерживает. Но плодородие земли у нас истощается и на Кубани. У нас как было, 40 миллионов гектаров заросших бурьянов, так и остались. Левченко начал поднимать целину. 90 тысяч гектаров поднял и миллион зерна получил. Его сняли за то, что он удвоил бюджет с 97 миллиардов до 212. 120 миллиардов отнял. У Дерибаски платил 100 миллионов налоги, сейчас платят 2,5 миллиарда. У грязных лесорубов платили полтора, сейчас платят 10. И за то, что занялся народными предприятиями, создав лучшие в Уссуле-Сибирске, за это отправляют в отставку. Вы сейчас посмотрите, в ближайшие 3 месяца, что будет. Я хотел, чтобы вы внимательно это изучили. Как распорядились мы своими ресурсами? Вот это для меня просто, я не знаю, меня это выводит из себя. В богатейшей стране сидим на ворохе денег и не знаем, что делать. Я Путину говорил, Медведеву говорил. Ну если бы у вас не было, у Маслякова, Ярощенко и Примакова всего 8 миллиардов было золозалютных резервов. У вас сейчас 546, почему они лежат мертвым грузом? У вас 31 триллион лежит в банках, в промышленных предприятиях, почему они лежат мертвым грузом? У вас 8 триллионов профицит, почему он лежит в фонде? Если бы у вас не было, сидит на полуголодном пайке и медицина, и образование, и наука, и все остальное. 20 миллиардов не могу найти, чтобы поддержать два лучших предприятия. Россельмаш и Кировский завод, мировая техника. 1600 по киберации предприятий. Ну зачем вы их доводите опять до того, что в январе они вывалят на улицу? Им зарплату сейчас нечем платить. Не проблема это. Добавьте одну минуту, я сейчас закончу. Добавьте время. Вот. Я считаю, что у нас есть уникальный с вами опыт. Опыт народных предприятий. Ну съездите, посмотрите. Води, возили мы вас. Съедете к Грудинину, гляньте на эти уникальные поля, фермы, на школу, на детские. Почему вы пытаетесь отдать какому-то мерзавцу? Я уже фамилию забыл. Это уникальные предприятия. Суды там, прокурат там, администраторы там, чиновники вороваты там. Пять раз от бандитов отбились. Тут никак. Потому что сформировали шайку, которой в истории России не было. При Ельцине такого безобразия не было. Там можно было взять ребят на работях и разогнать эту банду. А тут никак никому не докажешь. Отправил письма 30-ти членам Совета Безопасности с полным изложением всего маразма, который происходит. Я еще не получил ответа. Я обращаюсь к председателю Думы, вы член Совета Безопасности, месь Матвиенко. Рассмотрите наше коллективное обращение. Я как служащий имею право 30 суток получить от вас вразумительный ответ. Ну и устойчива ли политическая система? Жириновский вам не раз объяснил. Она у нас очень неустойчива. Начали мочить всех подряд. Вот начинали с судилища. Меня пять месяцев судил Дерибаско за то, что я вас попросил создать комиссию и разобрать, почему ли мы промышленности ходят чужие руки. Пять месяцев я отбивался от судов. Мы ходили и к Коломейцу, ходил Арефьев, помогал мне и Калашников. 700 акций провели протеста, пока не вывели им под порог тысячу человек. И он испугался. После этого отозвали иск. Мы можем это решать, но политическая система должна поддерживаться властью, президентом. У нас она сложилась. Сам характер заседаний нашей Думы и работы позволяет нам обстоятельно обсуждать проблемы. И без всяких драк, потасовок и прочее. Но обстановка усложняется. Мы должны слышать голос трудящихся. Ну и впереди у нас с вами 75-й годовщины победы. А мы еще отметим всем миром 150 лет со дня рождения Ленина. Я надеюсь, что к этим датам мы подойдем более осознанно и исправим сложившиеся трудные положения. Удачи всем Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова